С вами Алена Полынь и наша беседа непростая. Это беседа о дне рождения. День рождения. Что это вообще такое? Ну, мы понимаем, да, это в этот день мы родились, но мы сейчас копнем несколько глубже. День нашего прихода на Землю – это день, который влияет на всю нашу жизнь. Это день-код. День с зашифрованным посланием вам лично, который вы должны распаковать в течение жизни, чтобы пройти эту жизнь и пойти на следующие уровни. Когда я родилась здесь на Земле, в день Олимпиады сюда, в Москву, как раз несли Олимпийский огонь и мой тотем Мишку Олимпийского. Было определенное сложение звезд, которое сформировало весь мой дальнейший путь. Конечно, не каждый приходит с какой-то глобальной миссией на Землю, но ваша главная миссия – это открыть в себе то, что есть в вас, и разбудить вашего спящего Бога душу, чтобы двигаться дальше от уровня человека к божественному уровню. В материальном мире мы обретаем то животное начало, ту материю, которая позволяет передвигать нашу душу по Земле. Все остальное мы должны открыть сами. Нам дали, так скажем, заданные механизмы. Все остальное мы должны сделать сами. Научиться делать самостоятельно. И вот здесь все пасуют. Здесь не получается. Здесь где-то на бессознательном уровне, понимая, что да, я для чего-то сюда пришел, и есть, наверное, какой-то где-то создатель Бога или еще кто-то, не знаю, как его назвать для себя. Он может быть в религии, может быть, в каком-то культовом учении или еще где-то. Кто-то фанатеет от какого-то учения и уходит в дебри этого учения, теряя себя, а кто-то вообще никуда не уходит. И всю жизнь пролежит, проспит. Но механизм физиологии будет работать и отработает свои заданные часы. Может быть, вы его сломаете раньше, чем были заданные часы, но он отработает свои заданные часы столько, сколько ему положено, плюс с учетом того, как вы будете ломать и рушить этот механизм. Материя не вечна, но информация о материи будет переходить из поколения в поколение. Какие-то вещи вы сможете здесь оставить, создать, чтобы при вашем последующем приходе сюда вы за счет них вспомнили о том, где вы были и как вы были, и вернулись в то же место. Но для этого нужно делать световое тело. Это мы отдельно в университете проходим. Суть в том, что в день рождения мы можем проактивировать некоторые свои умения, знания и помощь. День рождения – это портал между вами и всей вот этой пачкой информации о вас. Понимаете, о чем я говорю? Надеюсь, что понимаете. Я стараюсь говорить простым языком. Есть вещи, информация, точнее, которую я пока от вас скрываю, думаю, как преподнести. Это очень серьезная информация. Я думаю, что я постараюсь где-нибудь до середины этого года ее вам дать, если сила позволит. Но сейчас к вашему дню рождения. Две недели, а иногда и месяц до дня рождения – это опасный период. И месяц после дня рождения – это опасный период. Это слом времени, когда может с вами произойти что-то плохое. Поэтому нужно заручиться поддержкой, чтобы распаковать всю информацию тоже, да, то есть и получить эту помощь информацией в том числе. 12 дней после дня рождения вы формируете свой солнечный, личный солнечный круг, который будет влиять затем на всю, можно сказать, вашу оставшуюся жизнь. Но наиболее ярко на этот год, на который вы сформировали. Вы же потом будете уже, я думаю, ежегодно делать, поэтому я говорю на всю жизнь, да. 12 дней до дня рождения являются опасными и требуют от вас полного внимания к себе, любви и питания своей души и тела. Только тогда вы сможете распаковать информацию в свой день рождения. Дальше, следующий момент. Если нужна помощь, если вы действительно серьезно хотите вот этим озадачиться, распаковкой с информацией о вас, можете обратиться, я вам помогу. Думаю, на сайте даже как-то это надо отдельно какую-то графу, чтобы вы могли найти, где обратиться. Подумаю, сделаю. Но сегодня я еще раз возвращаю ваше внимание к вашему дню рождения. Если вы пойдете на кладбище, вы увидите, что даты смерти очень часто близки к дню рождению. Это у многих. Поэтому вы также должны беречь своих близких, когда подходит дата к дню рождению. Беречь своих близких. Сейчас я также хочу обратить ваше внимание на очень важный такой момент. Есть планеты-управители. Они определенным образом выстраиваются, когда вы рождаетесь. Для того, чтобы вам помочь распаковать эту информацию, дать информацию о вас. И взаимодействие с планетами является основополагающей направленностью каждого человека. Я сейчас говорю не о классической какой-то астрологии. Я говорю о вашем общении с планетами. О том, как вы чувствуете планеты, как вы с ними взаимодействуете. Что для вас планеты? Что для вас созвездия, которые являются ничем иным? А знаете, вот когда вы открываете какую-то, вот еще по детству я смотрела, отец у меня часто разбирал, какую-нибудь штуку там электрическую открываете. А там такая схемочка, не из мелких проводов, точечек и так далее. За счет чего вот эти вот движения всяких вот этих электрических импульсов проходят? Нервные волокна, какую-то аппаратуру назовем так. Так вот, созвездия это нервные волокна, аппаратуры под названием человек. Что вы о них знаете? Я думаю, что ничего. Кроме того, что там в книжках прочитаете. Если там вы такого-то созвездия, значит у вас такой вот характер. Если вы такого-то созвездия, значит у вас такой вот характер. И увидите, что где-то да, где-то нет, где-то сошлось, где-то не сошлось. И все. По созвездиям у нас будет отдельная работа. Это марафон. Я все называю, где у нас занятия идут в режиме онлайн. Я называю марафон, но это не совсем марафон, конечно. Это ритуальная работа. Целительный марафон такой. Связанный с работой с созвездиями. Где мы через созвездия проработаем наше физическое тело. Материальное тело, которое можно потрогать. Мне очень хочется направить ваши мысли, ваши поступки на то, чтобы вы осознанно проживали жизнь и осознанно ее строили. Увидимся. Продолжение следует...